Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем с вами говорить о любви. И сегодня я хотел бы поговорить о том, кого Бог любит больше всех. Может быть это немножко провокационный вопрос, но он достаточно важен. Очень важное утверждение, которое в свое время для меня открыл Господь, это то, что Бог любит погибающих и любит больше, чем каждого из нас. Как бы это ни было для нас горько. И хочу рассказать ту историю, через которую Господь мне проговорил об этом. Однажды я ждал кого-то в Макдональдсе, у нас была встреча. Человек долго не появлялся, я сидел пил кофе. И вдруг увидел, что за одним из соседних столиков молодая девушка горько-горько плакала. Мне захотелось не просто ее утешить, но и рассказать ей о том, что есть Бог, который может решить любую ее проблему. Я подошел, завязалась беседа, она конечно вытерла слезы. Мы начали разговаривать, разговор получился достаточно долгим. Я начал проповедовать ей, но все слова, абсолютно все слова, они натыкались на такое, знаете, закрытое забраво. Когда я говорил о любви, она говорила, да ладно, как Бог может меня любить, я вижу, насколько я отвержен, насколько мне плохо и так далее. Короче говоря, все, что я не пытался сделать, не приводило ни к какому результату. Она была абсолютно закрыта. Я начал молиться внутри, в своем сердце. Боже, почему? Почему так происходит? Почему я пытаюсь каким-то образом ее коснуться твоей любовью, твоим словом, нет, не получается. И Бог сказал, а ты готов умереть ради того, чтобы она получила спасение? Знаете, этот ответ, он просто ошарашил меня. Я понимаю, что любовь должна быть жертвенной. Я прекрасно понимаю, что любовь должна быть агапой. Но внутри, в своем сердце, я еще больше понимаю, что я совершенно не хочу приносить самого себя в жертву, даже ради этой девушки. Ради кого бы то ни было. Я вообще, в принципе, говоря о жертве, рассматриваю ее гипотетически. То есть, я готов пожертвовать финансами, я готов пожертвовать временем, я готов пожертвовать чем-то еще, кроме собственной жизни. У меня есть нечто очень ценное, это моя жизнь, я не отдам ее ради, да ради кого угодно. И знаете, видимо, все это как-то отразилось на моем лице. Она очень внимательно стала смотреть на меня. И я сказал ей, ты знаешь, сейчас Бог мне спросил, готов ли я отдать свою жизнь ради того, чтобы ты получила спасение. И я понял, что я не готов это сделать. Более того, я просто не хочу этого делать. Я тебя не знаю. Но в чем Евангелие? В том, что Он сделал это. Что вот настоящая любовь, истинная, божественная любовь, она приносит жертву не что-то, что нам может быть не особо нужно или нужно, но мы без этого все равно справимся. А жертву, которая будет, ну реально жертвой. Жизнь. Я вспомнил одну из историй, которую прочитал в свое время, даже, честно говоря, не помню где, как какой-то человек на Титанике, когда он уже пошел ко дну, он плыл в ледяной воде, держась за борт шлюпки спасательной, в ней не было места. И один из тех, кто сидел в шлюпке, спросил его, ты спасен, ты веришь в Иисуса? Все начали смотреть на этого человека как на безумца, тут все погибают, сущий ата, он о религиозных вещах. Но этот человек в воде сказал, нет, я не примирился с Богом. И тогда этот человек выпрыгнул из лодки, дав место неспасенному, сказав, я спасен, у меня все хорошо с Богом, я пойду на небо. Он отдал свою жизнь ради этого человека. И знаете, все это в голове моментально пролетело. Готов ли каждый из нас действительно показать Божью любовь Агап? Я думаю, что это очень интересный вопрос, особенно в свете того, что мы не готовы пожертвовать своими амбициями. Мы не готовы пожертвовать своим миром, своими деньгами, своим положением, своей правдой или своей свободой ради других людей. Тем более мы не готовы отдать свою жизнь. Я много раз встречался с людьми, которые говорили, я за Христа, я ради людей, я ради спасения погибающих, да пойду до края земли. Но стоит немножечко, чуть-чуть ущемить их права, чуть-чуть обидеть их, намеренно, ненамеренно, сейчас не играет роли. И вы увидите, что на самом деле это просто слова. Человек не готов жертвовать. Он не готов любить. Я много раз встречался с обиженными людьми, которые приходили ко мне и говорили, пастор, этот человек мне должен денег. Этот человек должен мне столько денег, что я просто не хочу даже разговаривать с ним, но я понимаю, что как-то этот вопрос решить нужно. Однажды ко мне пришла одна сестра, и она сказала, дорогой пастор Александр, одна женщина должна мне большую сумму денег, и она не отдает. Я вот как верующий человек, я не знаю, что делать, это деньги моего мужа, и я как бы в такой дилемме. Я говорю, у вас есть выбор, и три варианта. Первый, мы можем пойти подать в суд на эту женщину, и вы выиграете, у вас есть расписка. Второе, можем нанять бандитов, и они выбьют из нее эти деньги. И третий вариант, вы можете простить ее. И я посмотрел на эту сестру, и я увидел, что ни один из трех вариантов ее не устраивает. Она не готова идти в суд, потому что это долго и дорого. Она не пойдет к бандитам, потому что она христианка, и простить она не может. Но знаете, я увидел одну вещь, что прощение должников – это одна из форм проявления настоящей жертвенной любви. И мы не готовы к этому. Но потом я увидел эту женщину, проповедующую об Иисусе Христе, о его любви к погибающим, и понял, что на самом деле в этом нет любви, потому что она не готова прощать. Бог ожидает, что мы с вами будем любить грешников так же, как он любит их. То есть быть готовыми отдать собственные жизни. И может быть эта жертва от нас не потребуется, но скорее всего потребуется менее серьезная жертва. Вы знаете, что сегодня миссионеры по всему миру, наши славянские миссионеры живут на жалкие копейки, потому что большая часть церкви считает, что они просто туристы, ездящие по экзотическим странам. Мы не готовы пожертвовать небольшую сумму для того, чтобы те, кто проповедует Евангелие, могли это делать. Мы не готовы помочь соседу пожертвовать своим временем. Мы не готовы помочь другому человеку пожертвовать своей свободой. Нам кажется, что мы можем выражать свою любовь исключительно эмоционально или исключительно без должной жертвенности. Но это, друзья, просто невозможно. Как вы можете помочь другому человеку, если вы не возьмете и не отдадите что-то, что у вас есть? Сегодня даже благотворительность, гуманитарная помощь, она заключается зачастую в том, чтобы взять у одного и передать другому. Я помню, когда мы работали с благотворительными организациями, когда в нашей стране это было еще возможно. Мы получали помощь из-за границы, и мы раздавали это или по церквям, или раздавали это нуждающимся. И эта миссия, с которой мы работали, они предложили нам компенсировать все наши затраты, которые мы понесли. И я помню, как я собрал совет церкви, и мы стали думать на эту тему. Встал один брат, и он сказал, друзья, если мы возьмем эти деньги, то тогда в чем наше участие в этом служении? Кто-то жертвовал, кто-то приносил вещи, кто-то жертвовал деньги, чтобы это приехало к нам, кто-то заплатил за все эти вещи. Мы потратились на растаможку, мы потратились на затраты какие-то. Это несущественные затраты. Мы потратились на то, чтобы развести все это. И это наше участие в этом служении. Если мы возьмем с этих людей деньги, то в чем наше проявление любви? Его нет. Его нет. Сегодня очень многие люди ездят в страны Африки, Азии, и они собирают финансы. И они берут эти финансы и раздают там. Это не участие в служении, это некая посредническая деятельность. Очень часто мы проводим миссионерские школы, обучение, и мы говорим, ребята, мы хотим открыть сейчас миссию в Японии, и кто хотел бы поехать? И вы знаете, огромное количество писем приходит, и люди говорят, я готов поехать и служить в Японию. И мы говорим, окей, тебе будет это стоить вот это, вот это, вот это. И в девяти случаях из десяти приходит ответ, о нет, я думал, вы заплатите за все, я поеду и буду рассказывать японцам о любви Иисуса. Подождите, но в чем тогда жертвенность? В чем тогда проявление этой любви Агапы? Настоящая любовь. Это когда ты берешь, продаешь свою квартиру. На эти деньги ты едешь в Индию и строишь там детский дом. И начинаешь там новую церковь. И ты живешь, молясь каждый день, чтобы у тебя было что-то кушать. И Бог начинает двигаться, потому что ты принес жертву. Я рассказываю историю одного из моих друзей-миссионеров, который продал квартиру, продал все, что имел. И он поехал, и он начал служить в той стране, в которую по большому счету никогда не хотел ехать. Это любовь Агапы. Настоящая любовь, на которую приходит благословение. И сегодня люди, глядя на то, как этот человек распространяет влияние Иисуса Христа в этом регионе, как он уже в седьмую страну начинает посылать людей и поднимать множество церквей, они говорят, ой, этот человек зажрался. Нет, этот человек принес любовь Иисуса. Ты можешь взять и принести любовь Иисуса своим соседям. Некоторые говорят, ой, зачем ехать на край земли? Неужели мы всех здесь спасли? И, ой, как я согласен, друзья, возьмите и проявите любовь Бога в жизнь ваших друзей, ваших соседей, ваших родных. Только не ту любовь, как вы себе представляете, когда у вас есть 3 рубля, и вы думаете, что мне сделать с этими 3 рублями? Мне взять эти деньги, сходить, проесть их, или, может быть, я могу купить что-нибудь домой, какой-нибудь канделябрик, а, может быть, я пожертвую бедному. Нет, это не любовь Агапа, это благотворительность, это меценатство. Настоящая любовь – это когда ты берешь то, что необходимо тебе, берешь часть своих потребностей, отказываясь от чего-то необходимого, и ты даешь человеку, который может быть даже меньше, чем ты в этом нуждается. Потому что ты это делаешь, не исходя из меркантильных интересов, подсчитав. Я очень часто, кстати, собирая пожертвования для наших миссионеров, я сталкиваюсь с такой точки зрения, а почему они там должны жить за 300 долларов, в то время как мы живем за меньшие деньги? Потому что ты их любишь. Я помню, как у нас проповедовал один очень богатый человек, и мы решили собрать ему пожертвования, и мы собрали. И он мне потом сказал, это был шок. Для меня, говорит, это был просто шок. Каждый раз, говорит, когда меня приглашают в какую-то церковь, я ожидаю, что у меня попросят денег. Но здесь мне дали. Да, это была небольшая сумма. И мы не ожидали от него пожертвований, он ничего нам не жертвовал. Он, говорит, я буду долго думать на эту тему. Мы хотели просто проявить свою любовь. Мы знали, что он не нуждается в наших финансах. Мы испытывали и испытываем большую нужду в финансах, чем он. Но мы жертвовали, потому что мы хотели показать, что мы его любим. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, друзья. Бог ожидает от нас такой любви, которая берет то, что необходимо нам, и отдает тем, кто, возможно, в этом нуждается меньше, чем мы. Это и есть жертва любви. Если вы хотите быть настоящим благовестником, если вы хотите быть настоящим человеком Божьим, вам необходимо приносить эти жертвы. Это и есть агапы. Погибающие люди, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Погибающие люди, они нуждаются сегодня в спасении. Они нуждаются в том, чтобы получить то, что мы с вами имеем, и, извините, друзья, не ценим. Эти люди живут и ходят во тьме. Они не понимают, не видят и не слышат, что Бог любит их, потому что мы не пошли. Мы не начали с ними диалог. Мы не пришли и не сказали, друзья, Бог любит вас. А мы побоялись, что над нами будут надсмехаться. Нас не поймут. Нас, может быть, побьют, обсмеют, оскорбят, может быть, посадят в тюрьму, сделают еще что-то. Почему мы этого боимся? Потому что мы потеряем кто-то деньги, кто-то свободу, кто-то свое достоинство, кто-то свою репутацию, кто-то потеряет что-то еще. Что мы проявили? Все, что угодно, только не любовь. Когда власти говорят, вы не можете выйти на улицу. Сегодня принят закон в России, антимиссионерский. Этот же закон давно есть у нас в Беларуси. И люди говорят, о, вы не можете пойти на улицу. Служители говорят, вы не можете проповедовать, это запрещено. Нет власти не от Бога. Власть запретила нам проповедовать. Но Бог повелел нам это делать. И послушайте, сегодня, если тебе проповедь Евангелия, ничего не стоит, ты не несешь любви. И сегодня у россиян появилась уникальная возможность приносить жертвы любви, агапы, проповедуя погибающим, платить за это цену. Приносить жертву свои финансы, свою свободу и свой комфорт, свою репутацию. Тебя будут плевать, тебя будут ненавидеть, тебя будут штрафовать, и, возможно, тебя посадят в тюрьму. Готов ли ты после этого, зная, чего тебе будет стоить, проявление любви, делать это? И я, знаете, с прискорбием могу сказать, друзья, что очень многие остановятся. Очень многие скажут, о, нет, я не буду этого делать. Это запрещено, это неправильно. Но в глубине, на втором слое этих слов будет звучать, о, это слишком дорого, обойдется мне. Мою церковь могут закрыть, придется уйти в подполье. У меня будет конфликт с властью, сегодня меня губернатор поздравляет, сегодня у меня мэр города на собрание приходит, а завтра они меня будут арестовывать. Ты не любишь свой народ. Ты любишь себя больше, чем тех людей, которые идут в ад. Ты не любишь любовью Христовой. Ты хочешь наполнить людьми свою церковь, а не их сердца. Любовью Иисуса Христа. Ты не готов платить. Так вот, Божья любовь, любовь Агапы, это любовь, когда ты готов платить цену. И, возможно, эта цена, она будет достаточно высокой, как цена собственной жизни. И когда я сказал это девочке, я сказал, я не готов. И она говорит, я тебя понимаю, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я сказал, Иисус отдал свою жизнь. Я пока не похож на Него так, как я хотел бы. Но подожди, пройдет время. Она говорит, я не хочу ждать. Меня коснулось это. И она покаялась. Она приняла того Бога, который отдал свою жизнь за нее. И она сделала это. Сегодня людям нужен реальный Иисус, который любит по-настоящему, пришедший к ним в каждом из нас. Итак, Бог любит грешников. И каждый из нас сегодня существует на этой земле для того, чтобы этим грешникам явить его любовь. Я не знаю, почему Бог так предназначил, почему он так решил, почему нужно, чтобы именно мы, как церковь, пошли и понесли благовестие погибающее. Ангелы более послушные. Я даже вам так скажу, они будут более эффективными. Если мы с вами выйдем и начнем рассказывать о том, что Бог есть и любит, это будет одно дело. Если придут ангелы и скажут ровно то же самое, я думаю, что вы понимаете, что реакция будет совершенно иная. И процент людей, которые поверят, будет гораздо больше. Правда, и испугавшихся будет намного больше. Но Бог верил это сложение нам. И нам не будет, друзья, никакого оправдания в том, что мы этого не делаем. Хотя я думаю, Бог очень хорошо понимает нас. Я думаю, что Бог прекрасно видит, что мы с вами просто не готовы. Просто не готовы внутренне приносить эти жертвы. У нас нет тех отношений с Богом, которые необходимы для того, чтобы стать настоящим благовестником. Человеком, проявляющим реальную жертвенную любовь. Иисуса Христа. И Бог понимает, что нам нужно работать не только над нашим духом, но и над нашим характером, над нашей шадностью, над нашей трусливостью, над нашими какими-то другими вещами. Я сейчас совершенно не говорю о том, что мы все еще боремся с каким-то грехом. Я не об этом. Я говорю о том, что мы должны достигать вот этой жертвенной любви Иисуса Христа. Мы должны побороть себя. Мы должны преодолеть себя. Мы должны настолько влюбиться во Христа, что все остальное просто потеряет абсолютно всякую ценность. Тогда мы перестанем бояться. Тогда мы будем теми благовестниками, которые будут готовы идти до края земли, приносить жертвы, достойные Христа. Я не имею в виду жертвы, выраженные в определенных суммах или в определенных красивых, правильных поступках. Я имею в виду жертвы, направленные на приобретение людей. Каждый раз, когда вы жертвуете, думаете ли вы о том, является ли это вообще жертвой любви или это милостынь? Что вы приносите в церковь? Когда вы жертвуете по-настоящему, вы жертвуете ради того, чтобы проявить любовь. Иногда это милостынь. С барского плеча у меня есть, я даю. Знаете, вот это высокомерие богатого человека, оно тоже должно быть преодолено. Я в свое время наблюдал, как богатые американские миссионеры вели себя здесь у нас в Беларуси. Это богатые люди, которые общаются с нами достаточно высокомерно, потому что мы не обладаем теми ресурсами, которые обладают они. И когда я начал служить в миссии, я увидел разницу в отношении тех людей, которым мы служили, к нам и к тем же самым американцам. Потому что эти люди, они видят, когда мы благословляем 100 долларами, то мы даем аж целых 100 долларов. А когда это делает американец, он жертвует всего 100 долларов. И вот люди там, где мы сегодня служим, в нереально бедных местах, нереально нищих регионах, они это понимают. Они понимают, что мы жертвуем, а не даем милостыню. И знаете, это касается их больше, потому что в большей жертве больше любви. И вопрос, опять же, я бы хотел, чтобы вы поняли меня не в сумме. Вопрос в отношении. Я вспомнил один интересный анекдот в связи с этим, когда свинья и курица решили накормить путника. И свинья сказала курице, конечно, для тебя это будет пожертвование, а для меня самопожертвование. Самопожертвование. Вот в этом и разница. Настоящая любовь – это всегда агапы, это всегда любовь жертвующая. Если ты становишься перед этой преградой, то есть это для тебя преграда, то ты на самом деле не любишь. Просто протестируй свое сердце. Готов ты платить цену за то, чтобы погибающие приходили к Иисусу? Готов ты отдавать, или же ты готов только приобретать? Посмотрите, все лозунги, да, евангелистов, они – мы приобрели для Христа, мы приобрели для церкви, нас стало больше на столько-то людей, мы сделали вот это. Мы приобретаем жатва, 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 жатва. Заглянешь в амбары по местной церкви и думаешь, неужели все пожали и утащили с собой? Потому что там не стало больше. Вот почему сегодня евангелисты не имеют такого успеха? Потому что все лозунги и весь вектор жизни, и весь вектор служения – это мы хотим приобретать. Мы хотим приобретать. А Бог говорит, подожди, готов ли ты пожертвовать? Готов ли ты пожертвовать собой? Готов ли ты пожертвовать своей свободой, финансами и жизнью, ради того, чтобы эти люди получили спасение? Я думаю, что если мы с вами изменим этот вектор, эффективность нашего служения возрастет. Готовы ли мы отдавать самих себя? Готовы ли мы пойти до края земли? И может быть, ваш край не так далеко, как мой. Но готовы ли вы выйти сейчас из зоны своего комфорта? Просто перейти в ваши лестничные клетки и постучать в соседскую дверь. И пусть на вас посмотрят, как на идиота. И пусть вас осудят и назовут сектантом. Что это стоит по сравнению с приобретением души? Что это стоит по сравнению с проявлением Божьей любви, в чьей-то жизни? Что это стоит в сравнении с наградой, которую вы получите? Итак, друзья, настоящая любовь, агапа-любовь, она говорит о том, что Бог любит неспасенных больше, чем нас. Потому что весь вектор служения, все направлено на этих людей. Потому что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Не мы с вами имеем нужду в покаянии, а грешники. Не мы с вами сегодня нуждаемся, исключительно нуждаемся в любви Бога. А те, кто ее не могут даже услышать об этом, несмотря на то, что Бог любит их, мы с вами орудие Бога. Мы с вами те люди, которые идут к погибающим, неся Его любовь. Они просто абстрактные библейские истины. Если ты готов начать жертвовать, просто пойди к соседу. И ты увидишь, что Бог пойдет вместе с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok